Здоровый иммунитет Он реагирует Он реагирует на боль Вот когда, например, вы возьмете Какую-то занозу внесли в ваш организм Организм реагирует Здоровый, нормальный организм реагирует Боль, дискомфорт Вы сразу пытаетесь туда заглянуть и ее вытянуть Но у вас есть выбор это не сделать А ее там оставить, эту инфекцию Когда человек берет и бьет себя по пальцу Вы никогда не спрашивали у того, кто ударил себя по пальцу Посмотрите ему в глаза и скажи Ты зачем себя ударил по пальцу? Это все равно спросить у ребенка Ты зачем чашку разбил? Ребенок никогда не знает ответа Ты зачем себя молотком ударил по пальцу? Ну как зачем? Ну я не хотел, в принципе Окей, когда ты продолжаешь молотком стучать Почему ты палец убираешь? Потому что ты снова не хочешь себя ударить И причинить себе боль Ты по-другому реагируешь на боль Реагируешь на зло Ты причинил зло сам себе Ударив сам себя по пальцу И ты потом сожалеешь об этом Ты не хотел этого Как бы молоток сорвался Направление немножко изменил И ударил И причинил боль Но есть другое состояние людей, друзья Это когда человек бьет себя по пальцу А палец не убирает Это называется Такая болезнь из древней Прокаженный Проказа Ужас этой болезни заключается в том Что это люди, которые не чувствуют боли И когда у них приходит инфекция Какое-то заражение Нету реакции И оно, тело начинает разлагаться По-живому начинает гнить Оттуда ничего не удаляется Никакой иммунитета здорового нету Чтобы отреагировать и вылечить Не реагирует на боль Не реагирует И вот так, друзья, у нас бывает Когда мы в гневе В крике на человека набрасываемся Потому что он достал Он заслужил Он ударил Он обидел И мы начинаем гневаться Кричать Крик, зло, раздражение Злые слова, унижение Мы начинаем громить все При детях, при людях Без разницы Зло кипит Место дьяволу дал А потом Как будто бы ничего не было Настолько человек привык К такому состоянию Привык так реагировать Привык, что дьявол Это не просто Случайно Как-то Чудом Дал место А он там Как это сказать Не то, что Ну, квартиран стабильный А Но звучит очень страшно Он там всегда и был Он там Ему место всегда есть Если что-то надо Так у него всегда есть место Легально Оформлено Признано Нормально Он проявился Мы никак не сказали Что Дьявол в принципе Да я не хочу Чтобы ты так проявлялся Через меня И не согласен На эти условия Я буду воевать Против этого Я буду жаловаться Моему Богу Я понимаю Что я беспомощный Я понимаю Что я сам собой Управить не могу И одно из противоядий Дьявола Это нужно идти И каяться Перед Богом И перед человеком Потому что ты в первую очередь Оскорбляешь Духа Святого Нужно что-то делать Но люди иногда не делают Покричал Поорал Поругался И как будто бы Ничего не было Страшное состояние Когда человек Привык не извиняться Привык Не извиняться Прошло время Помолчали И дальше идем Как идем Как будто бы Ни в чем не вбывало Это мы легально Оформляем Путевку Вот это место Этому дьяволу Который вот тут вот сидит И проявляется Когда мы Гневаемся Кричим Раздражаемся Злоречие происходит То мы тем самым Причиняем боль Человеку И Богу Но Когда мы Не перестаем Чувствовать Какую боль Мы причиняем Богу Тогда диагноз Духовно Прокаженный Духовно Прокаженный Не чувствует Боли Бога Субтитры 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 Продолжение следует...